Я был на каникуле в Канаде, это был в августе 71-го года. Я должен был выступать, поступить в университет в октябре, в начале октября. До этого меня пригласили в Канаду, и когда я был там, на квартире друга, я нашел Бхагавагита, как она есть. Мой друг никогда не открыл эту книгу, но я украл. Очень интересно было для меня. Самое большое впечатление, которое я получил от читания этой книги, было, что если хотим продвигаться в духовной жизни, обязательно надо найти истинного духовного читателя. Потому что вновь и вновь в комментариях Шрила Пропад подчеркивать этот момент. На обратном пути в Лондон, я проехал через Нью-Йорк, и остался там только один день, но там я увидел большую группу праздник на Харинаме, может быть, 60 праздник, и один праздник подошел ко мне и продал Back to Godhead, и пригласил меня в храм. Я сказал, что я уезжаю в Лондон вечером, не могу, к сожалению. Он сказал мне, что есть храм в Лондоне, и адрес в журнале. Когда я приехал в Лондон, через два дня я поехал в храм, и это было время обеда. Предние угостили меня фрошадом, и потом пригласили меня на Харинаме. И после Харинаме они сказали, что надо остаться, духовное учение прочитать лекцию сегодня вечером. Поэтому первый день я смог слышать лекцию Шрила Пропады. И самое большое впечатление на меня было, что вот истинный духовный учитель, что он очень авторитетный. Конечно, все условия создали такое впечатление. Они предние поклонялись, но очень тихо было, чисто. И Пропад вошел в алтарную, сел на огромный вьясосан и читал очень серьезную лекцию. Он читал стихи на санскрите, и его вид очень серьезный был. Поэтому это как я сразу же понял, это истинный духовный учитель. И я чувствовал себя дома, потому что я уже был вегетарианец. И, конечно, это иногда неудобно, когда посещаешь друзей. Они предлагают, ну, не вегетарианские люди. Но все предние были вегетарианцы, что это была защита. И я чувствовал, как я сказал, себя дома. И я даже после лекции не вышел из храма, все гости вышли. Я поднялся на второй этаж. И на самом деле я стоял перед дверью комнаты жила Пропадения. Тоже был, как девять вечера. Одна Матаджи пришла, и она сказала, что ты делаешь здесь? И она позвала комендант храма, он выгнял меня из храма, и он сказал, Кришна озаботится о тебе, можно вернуться завтра или послезавтра. Через два дня я вернулся, и еще раз слышал лекцию жила Пропады. И тогда предние пригласили меня жить в храме. Надо только брица, они сказали, и я согласился. Один старший предний, он заботился обо мне, его звали Кулишей Кртас. Он был первый английский предний, который присоединился в Бискан. И он собирался переехать в другой город, чтобы открыть новый центр. И хотел, чтобы я поехал с ним. И президент храма согласился, что через три-четыре дня меня послали проповедовать в другой город. Но до того, как мы уехали, мы пошли в комнату Шилы Пропады, чтобы получить его благословение. И он дал нам свой гирланд, благословил нас. И сказал, очень приятно видеть таких сияющих брахмачари. То это была первая встреча со Шрилой Пропадой. Мы поехали сначала в Бристол, потом в Карда, столица Велса. И там жили у разных хиппи, которые интересовали сознанием Кришны. И много из них стали преднами. И Кулишей Кртас арендовал апартамент. Но было так много новых предназначений, что он сказал мне, надо вернуться в Лондон. Нет, достаточно места. Можно, когда я найду побольше помещения, ты можешь вернуться. Я позову тебя. То я поехал в Лондон, и потом президент Парижа приехал и узнал, что я умел говорить по-французски. И поэтому он договорился со президентом Лондона, чтобы я переехал туда, в Париж. И там я получил первое помещение в декабре, посвящение, в декабре, 71-го года, через почту. Ну, Кулишей Кртас позвал меня обратно в Кардов, Велса, в марте, 72-го года. Но я долго не остался там, потому что президент храма Лондона купил большой микроавтобус, чтобы начать первую группу странствующего Санкт-Киртана, распространение книг. Сыла Прабадна печатал очень много книг, больших книг. Книга Кришна, учение свече Тани, нектар предности. И дал приказ послать эти книги в все храмы мира. Но они просто лежали в этих храмах. Никто не знал, как распространять большие книги. Мы просто делали хоринами распространяли журналы. Это было так везде в мире. Кроме в Сан-Франциско. Там, в том храме предни начинали распространять большие книги с большим успехом. Поэтому Сыла Прабад попросил президента этого храма путешествовать в многих храмах и научить предник, как распространять большие книги. То он приехал в Лондон и меня пригласили участвовать в первой группе. Мы поехали в Оксфорде. Первый день я распространил пять книг. Это уже было неплохо. И так, тогда Кешева уехал в другой храм и президент храма Лондона вернулся в Лондон и в Белгрии Хаста. Он попросил меня стать руководителем этой группы. Так, мы начинали распространять книги везде в Англии и в Шотландии. В юлей Шиллопропад приехал на Ра-Театру. И это был очень красивый фестивал. Он сидел на колеснице во время шествия. И на Трафалгар-сквере он читал лекцию. И я получил брамяническое посвящение. Это был огнехутро на площади Трафалгара. И после этого в храме Шиллопропад дал гайтримантру и шнур. Брамянический шнур. И Праупад остался долго во Лондоне. Читал лекции каждый день. Были большие программы. Много людей участвовали. И я получил, возможно, часто возить Шиллопропад на прогулки или на программы, потому что наш микроавтобус был самая лучшая машина в храме. И многопредник могли сидеть сзади. То Праупад он сидел рядом со мной. Читал джапу или чекшастаком. Повторял чекшастаком. И были много интересных прогулки. Но это долгая история. Он заметил, что очень много предних храм был маленький. Предни спали на леснице, в душевой. И поэтому Шиллопропад попросил Джордж Харсона найти новое здание. Зимой, в 73-го, до 73-го года они искали президента Крама, Самшин, или Джордж Харсона. Они нашли большое помещение около Лондона. В это время меня послали в Ирландию. Шиллопропад написал нам письма о дьезном Санкт-Киртане. Дал очень интересные наставления. Я, на самом деле, недавно увидел ролик, индивидуумно с вами, в Иркутске. Да? Может быть, увидели. Он описывает, как слава Иркутской ядре, как хорошо предний проповедует здесь. И он тоже на этом ролике, он был на машине, и он прочитал это письмо, который Шиллопропад послал мне о Санкт-Киртане. Потому что он всегда носит со собой это письмо. Там очень подробные наставления для проведения Санкт-Киртана. Шиллопропад благословил нас, и он сказал, что... Хотя условия не очень комфортные. Это для вас как игра. И поэтому вы уже как... Стали продвинуты, более продвинуты, чем миллионы йог и трансценденталистов. И пришли на самый высший уровень преданности Кришны. Спасибо большое, что вы помогаете мне распознать сознание Кришны таким образом. Но он тоже сказал, таким образом надо продолжать путешествовать в Англии, в Шотландии. Если есть другие места, как Ирландия, можно тоже там съездить и проповедовать. То есть наш ГБС сам Сандра, он попросил меня открыть центр в Ирландии. То я поехал туда с группой. Маховишну, да, сейчас Маховишну с вами. Был здесь один раз, да? В Иркутской помадке, не? Был один раз, да. Довольно. Двадцать лет назад. Очень давно. Но он получил наследствие от своего деда 7 тысячи фундов. И он дал мне тысячи фундов, чтобы купить микроавтобус. И с нисколько преднами я переехал туда, и мы открыли центр. Одновременно, Джордж Харрисон, они нашли помещение, Манер, недалеко от Лондона. И Джордж Харрисон купил для предних. То Силопропад приехал в мои месяцы, чтобы увидеть новое помещение. Он прилетел из аэропорта до Манера на вертолиоте. Но ему не нравилось. Это был единственный раз, когда он летал на вертолиоте. Мы приехали из Дублина, из Ирландии. И я помню, после первого киртана, когда Силопропад произносил Примедвани, вместо сказать вся слабость собравшим сопредним, он сказал вся слабость Джордж Харрисону. Три раза. Он был так доволен с ним. Он сказал, он очень хороший парень. Джордж Харрисон спросил Пропад, было бы лучше, если я приду жить в храме? Но Силопропад сказал, нет. Лучше продолжать писать песни о духовной жизни. И он, на самом деле, написал много хороших песен и записал. Они стали известными. То это большое служение, которое он выполнял. Пропад не остался долго, потому что холодно было в Маймеседсе. Пропад не любил климат в Англии. Он, в нескольких местах, он критикует погода там. Очень холодно говорит. Редко, солнце редко видно. Дождь, туман. Это как ад один раз, один предний. В Маймеседсе, который задал вопрос после лечи. Кришна ли расскажет Бхагава Гита в аду? И Пропад ответил, да, Лондон это ад. Но, тем не менее, это был хороший местор для проповеда. И в то лето это был... Пропад долго не остался в Маймеседсе, но он вернулся на Рафиатру в июле. Мои родители были, может быть, его первые гости в своем новом апартаменте в Маймеседсе. И Пропад, ну, он проповедовал им. Он сказал, хороший отец, хороший сын. Если кто-то становится предним, тогда 10 поколений, в будущие 10 поколения, в прошлом, становятся... Ну, получают освобождение. И потом он дал мне свой гирланд и попросил меня висеть на шее своего отца. Вот так они получили благословение. Они стали вегетарианцами. И они тоже, как любили предних, часто странствующие группы жили у них. Была группа Рибатинандан с вами, которая проповедовала в университетах. Они жили у родителей. Часто наша группа и даже один Саньяси Парваджакачарья жил три месяца у них. Он хотел открыть центр в Оксфорде. Они жили тогда в Оксфорде. Так они получили благословение Шрила Пропад. Это было утром дня Ра-Театри. И после встречи Шрила Пропад поехал в Лондон. И предний, как в 1982 году, они поставили его в Ясесан на колеснице под Джаганат Субадрабаладе. Но пропадный хотел сесть на Ясесан. И он пригласил всех предних делать большой круг вокруг него. И потом он танцевал с начала до конца шестя. Но он прошел несколько шагов и потом повернулся и танцевал, прыгнул перед божеством с большей энергией. И так еще раз на площади Трафаллгора была программа. Я был поваром для этого фестиваля. И мы готовили 48 часов без перерыва. Махавишну тратил остальные 6 тысячи фундов на фестивале. Построил новую колесницу. И Шрила Пропад был очень доволен. Он сказал, он хорошо потратил наследствие своего дедя. И в следующий день в Гардиане это известная газета Лондона было фото. И этот фотограф был снят таким образом, что колесница Раттиатр стояла около колонны Нельсона. Это памятник адмирала Нельсона. И казалось, что колесница и колонна почти равны. высота Раттиатр в Пури и в тексте говорится, что колесница был так высокий, как гор Меру, Монт Меру, то в комментарии пропад напоминает этот фотограф в газете. Он остался целое лето в Лондоне и при нем пригласили очень много известных людей, чтобы встретиться с ним. есть записи. Я сейчас слушаю эти записи, как Праупад проповедует важным людям в Лондоне. Это была большая победа для Шилы Праупады, потому что, как мы знаем, Индия была часть эмпирии Англии. Англии и он связался, он был последователем Ганди, связался с англичанами, поэтому получить такое большое помещение в столице Англии это уже большая победа. И Надян Мастами Шилы Праупад установил божество в Манаре Шиши Рада Гокула Нанда и следующий день участвовал на Виаса Пуджи. Вот так это круткая история Шилы Праупады в Лондоне и надеемся я смогу участвовать на фестивале в декабре в Лондоне Кришна Мишла тоже хочет участвовать там Шилы Праупады в Манбекини Мададжи она на самом деле присоединилась бескон имена на Дену стану Лене посет Шиши Раду Лондон и Свара три молодых французских девушек они пришли имена на этот день благоприятно да пожалуйста вы сказали Раду Лондон Мишвари а потом Раду Гокула Нанды и там два расклад Рати Кришны да вот в Мене как в Мене Раду Лондон Мишвар они они в храме в центре города потому что предний тогда арендовали помошения но через 10 лет в 79 году они купили еще помошения в центре города это буквально 30 метров от Oxford это главная улица в Лондоне там ресторан на первом этаже на втором этаже альтарная там стоит Раду Лондон еще раз сейчас в Активиданте Манер это где-то 45 минут на машине оттуда это за город недалеко от города и там стоят свящие Раду Гокула Лондон Берри Плэйс это имя помошения которое они арендовали но через какое-то время соседи они взяловались были проблемы и предназначили купить новое здание и переехать туда поэтому Раду Лондон сейчас в Суху стрит и у нас нет этого Берри Плэйс просто мы арендовали можно приглашение получить чтобы визу можно было получить я можно попросить их наверное написать им можно стараться по крайней мере вы получаете наверное да да есть приглашение приглашение получит если кто-то хочет можно можно попробовать еще через наш канал окей можно обратиться кришна вишна харе кришна окей харе кришна харе кришна спасибо дам большое харе Алло, алло. Не расходите, пожалуйста, сейчас несколько объявлений. Матыши Сангита, прио, вам нужно выгнать свою машину на трассу. И водителю Митсубиши с номером 453. Вот и тоже надо выгнать эту машину на трассу. Сейчас мы поедем на Харинаму, в Листвянку. Кто едет, нужно подойти сейчас к столовой. И мы будем рассаживаться по машинам. Если есть водители, которые хотят увезти предных на Харинаму, то что надо будет подходить. Очень интересно. Да? Очень. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Что-то помогать. Все стойки. Короче, вот эти все стойки, вот эти вот вонтарные надо утащить. Вот.